Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Я благодарен всем, кто поддерживает сейчас канал, ведь все чудовищные обстоятельства последних месяцев должны были привести к гибели блогерства в принципе в нашей стране. Но это не случилось благодаря небезразличным людям. И даже можно говорить о каком-то новом витке в творчестве людей, которые последние годы заменяют всем думающим зомбоящик. В ближайшее время я планирую какие-то поездки по регионам России. И только что вернулся из Перми, где прошел очередной Дягилевский фестиваль. В его программе множество мелких, ну маленьких, незначительных событий, которые призваны придать статус настоящего фестиваля паре выступлений Теодора Курензица и его оркестра музыка Этерна. Ну и хора, конечно. В этом году в фестивале открывался симфонической программой Рихард Штраус Чайковский, которую в апреле возили по Европе. Все турне сопровождалось пикетами украинских активистов. Я об этом рассказывал. И все это привело к отмене одного концерта в Вене и замене оркестра музыка Этерна на оркестр Густава Малера в программе летнего Зальцбургского фестиваля. Но Теодор Курензиас уже давно запланировал отрепетировать Зальцбургскую постановку комедии «На конец времени» Карла Орфа на Дягилевском фестивале в Перми. Это и произошло в этот уикенд. На заводе Шпагина, кстати. Правда, в Зальцбурге эта мистерия Орфа должна идти в паре со знаменитой одна октовкой замок герцога «Синья борода» Бартака. Да и ставить этот диптик должен художник, давно поднаторевший в области театра ритуального, итальянец Ромео Костелуччи. Режиссер, художник, уже трудно сказать. Да и для Зальцбурга это сочинение не просто повод продемонстрировать звездные таланты Курензиса и Костелуччи, за которые, кстати, фестивалю щедро платит фонд олигарха Михельсона. «Мистерия Орфа» была заказана именно Зальцбургским фестивалем и впервые исполнена 49 лет назад там, под управлением Герберта фон Караяна, в постановке Августа Эвердинга. Среди многочисленных исполнителей были такие звезды, как Анна Томова Синтов, Криста Людвиг, Петер Шрайер. В общем, это было не просто статусное событие. В те годы еще никто особенно не увлекался исторически информированным исполнительством, а Карл Орф сумел выстроить свое творчество так, что его музыка и воспринималась людьми как какая-то старая, архаичная, прамузыка, в пику всем новшествам композиторских технологий 20 века. Эта мнимая простота гармонии делала музыку Орфа крайне популярной. Он такой музыки написал много, у него есть несколько таких звуковых мистерий, песни Катулла, Триумфа Фродиты, но, увы, сегодня чаще всего тиражируются только песни Бойерна, Кармина Бурана, ну, которые вообще растащили на рекламные заставки и рингтоны. Комедия «На конец времени» была написана им уже в солидном возрасте, на пороге 80-летия, и утверждала его статус патриарха немецкой классической музыки послевоенного периода. К этому времени растворился неприятный душок, оставшийся после войны, когда Орф не смог документально доказать свою непричастность к нацистам, правда, никаких публичных заявлений в их пользу он тоже не делал. Значение Орфа для музыки прошлого века трудно переоценить, ведь он, ко всему прочему, много сил посвятил развитию музыкальному детей и организации музыкального образования. Но, как это всегда и бывает, музыка мистерии про конец света не самая лучшая в его наследии, и ей для того, чтобы быть прочувствованной слушателями, как раз нужны такие подпорки в виде больших дирижерских имен, какими являются Караян для всего мира и Курензис для Перми. Там, несмотря на то, что он обошелся с этим городом, в общем-то, по-свински, до сих пор полно его обожателей. Других звезд в Перми пока так и не вырастили, хотя местный театр после внезапного ухода Курензиса, обещавшего тут фестиваль уровня Эксан-Прованса и Авеньона, и это цитата, а не мои слова. И вот этот театр очень старается. В следующем году Перми 300 лет, и губернатор прекрасно понимает, что Дягилевский фестиваль в следующем году станет, ну, безусловным украшением этих праздников. Так что пока деньги Курензису в Перми дают на радность местным его фанатам, которые представлены как высокодуховными пенсионерками, так и бизнесменами на майбоках с личными шоферами. Курензису в Перми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Третий месяц в полном объеме канал существует только на платформе Бусти, при поддержке подписчиков, которым я безмерно за это благодарен. Но здесь, на Ютюбе, я продолжаю нансировать новые выпуски, и почти каждый раз меня спрашивают, как подписаться на канал на платформе Бусти. Поэтому я решил опубликовать пошаговую инструкцию. Если вы привыкли смотреть канал «Сумерки богов» на Ютюбе, то на Бусти вам не надо будет привыкать к новым формам. Просмотр там ничем не отличается от просмотра и здесь. Для того, чтобы смотреть ролики, не надо скачивать никаких приложений, новых браузеров, не надо засорять память ваших телефонов и других гаджетов. Как и в Ютюбе, вы открываете сайт и смотрите все ролики, которые выбираете во время подписки. Все очень просто. Отличие важное только одно. На Бусти вам надо обязательно зарегистрироваться. Впрочем, и на Ютюбе надо было регистрироваться, если вы хотели нажимать на все эти колокольчики, писать комментарии и так далее. На платформе Бусти есть несколько уровней подписки, из которых вы выбираете тот, что подходит вам по содержанию и цене. Да, подписка там платная, но зато нет никакой рекламы, которую вы всегда так ненавидели на Ютюбе. Рекламодатели помогали содержать канал, а сейчас это происходит на ваши пожертвования. И я еще раз повторяю, что благодарен тем людям, которые, как оказалось, не могут жить без моих роликов. В чем еще удобство Бусти? Вы подписываетесь один раз и дальше забываете о технической стороне подписки и только наслаждаетесь просмотром. Система сама каждый месяц следит за оплатой. Это некоторых подписчиков, правда, раздражает, но тогда можете взять дело в свои руки и просто каждый месяц подписываться самостоятельно. В любом случае вы всегда имеете возможность и отписаться. Чем в значительной мере отличаются ролики на Бусти? Они все снабжены видеопримерами, которых от меня всегда требовали. Но политика Ютюба не позволяла этого делать. А теперь я где можно и где нужно иллюстрирую свой рассказ вокальными примерами из подходящих трансляций или записей. Какие абонементы существуют на моем канале на платформе Бусти? Бесплатный уровень позволяет смотреть один ролик в месяц. Базовый уровень обеспечит вам доступ к основному набору из шести обзоров ежемесячно. Это рецензии, репортажи, мои впечатления, которые я привожу из поездок по городам России и Европы. Для тех, кто выбрал эксклюзивный уровень, таких роликов будет семь. Вроде бы эти два уровня отличаются всего на один ролик, но седьмой ролик – это всегда что-то особенно интересное и эксклюзивное. Есть еще максимальный уровень. Здесь к роликам добавляется ежемесячная лекция о какой-нибудь опере. Вы всегда просите рассказывать об оперных шедеврах. И я с удовольствием это делаю, особенно когда это помогает моим подписчикам услышать какое-то новое произведение или открыть старое заново. Последний элитный уровень представляет вам неограниченный доступ ко всем роликам прошлых месяцев. Фактически на канале всегда можно посмотреть ролики за полтора-два ближайших месяца. Это зависит от даты вашей подписки. Оказывается, есть люди, которые любят пересматривать старые обзоры, и им тоже спасибо. И для них архив уже растет, и с каждым месяцем становится все больше. Отдельные ролики, не все, а только самые важные, можно посмотреть без абонемента. Хотя выгоднее, конечно, купить хотя бы на месяц полный набор из шести роликов. Есть возможность и просто поддержать канал донатами. Ведь сегодня это единственная возможность для существования канала, такого как «Сумерки богов». В свою очередь я обещаю вам отчеты о самых громких премьерах, самых значительных фестивалях, самых важных концертах, трансляциях. Да, и просто буду рассказывать обо всем, что происходит сегодня в мире музыкального театра, который на наших глазах меняется невероятно. Для подписчиков «За пределами России» я открыл подобный канал и на платформе Патреон. Он работает с июня. Ссылку вы найдете тоже под этим видео. Оказалось, что многих раздражает курс перевода евро в рубли, и вот на Патреоне не надо зависеть от курса российского Центробанка. Все, о чем я рассказываю в этом ролике про платформу Бусти, можно применить и к платформе Патреон. Там все примерно так же. Буду признателен всем, кто подпишется после этого ролика, и каждый месяц вас ждут тогда новые обзоры музыкальной жизни России и мира. Спасибо, что сегодня вы были с нами, и до новых встреч на канале «Сумерки богов», где бы вы его не смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова